Всем привет, ребята, меня зовут Даня Пулай. Сегодня мы отправимся в очень, очень, еще раз, очень прикольный район. Такой, ребята, как Суавенлина. Это, ребята, исторический район. И сегодня расскажем, что же такого крутого есть. Советовать. Нет, жить не получится. Почему? Потому что это будет исторический. Мы сегодня расскажем, что же такого крутого есть. Ну и расскажем, где же лучше всего прогуляться. Так что это будет очень классный ролик. Ну а мы, ребята, поехали. Как вы знаете, я сейчас приехал, ребята, в Крунунхака. И мы сейчас идем к Свяборку. И, можно заметить, вот такие вот ярмарки. Но это, ребята, мы уже обтяжаем в Крунунхаке. Если хотите посмотреть точный ролик, ребята, посмотрите. Лучше, окей? Я сейчас опаздываю на Свяборку. Я не знаю, почему, но как-то так. Блин, где этот Свяборк? Мое. А, ну, привет. Это как-то. Может, у меня, ребята, заметить Крунунхака. Сейчас мы отправляемся до Свяборки. Мы, кстати, не берем с ней Свяборки. Вообще. Все, ребята, у нас уже отправляется Свяборка. Мне что жалко тех людей, тех, кто не успели. Свяборки, но тут Свяборки аж две. В отличие от прошлого раза, когда я снимал Крунхарин. Крунхарин, там тоже есть ребята Свяборк. То там только один, в общем. Вот так. И вы можете заметить, что вот красота. Там купол, замок. И как там... А, это церковь, кстати, я не знаю, я узнал. Вот это вот. Ну и вот. Да, кстати, это та самая шапка канала, которая у меня сейчас на данный момент выставила. Там как-то ее ногка видно. Тут немножечко колосотам видно. Короче, все вообще зашибись. Здесь колесо с обозрением. Если заметить. Ну, в общем, да. Кстати, почему-то вот эта деревянная стычка, все остальные стеклянные. А это вообще, кстати, черное... с... В общем, да. В общем, вы можете заметить, что вот этот вот паром, она отправляется либо до Эстонии, либо до Швеции. Это, ребята, можно сказать. Такой вот паром, она отправляется до Паста-Янна. В общем, вот так вот. И, кстати, запоминяется еще сапонку в Марианхам. Это такое вот Альянские острова. И она больше... Принуждает половину Финляндии, половину Швеции. Но больше призначено для Швеции. Но почему-то, мне кажется, что призначено больше для Финляндии. В общем, ну так вот. Вот там вдалеке, можно заметить, ребята, Круну Воронранта. Если, кстати, я еще не смотрел ролик, Круну Воронранта, посмотрите. Она реально будет очень-очень классная. Это у нас Катаянока. А это, ребята, у нас вот такая вот мышка. И вот там видно Хер Туниэль. Да, Хер Туниэль тоже видно. Что ж, ребята, мы сейчас уже подплываем до нашей Соломанины. Ну и давайте расскажем, что же такого прикольного есть. Ну что ж, ребята, сейчас давайте уже отправимся к ребята Соломанины. Ну мы уже Соломанина, короче. И можно заметить такую вот красоту. Там люди выходят Соломанина. Свея Боргин. Ребята, мы в Соломанина. Конечно, кстати, Соломанина и всякие там музеи. Но внутри мы не будем захватить. Почему? Потому что я не собираюсь внутри музея. Мы просто сегодня рассмотрим на улице, что же такого прикольного. Ну, ребята, удивительно, Соломанины есть комарки. Хоть один, но это прям круто, чем без магазина. Потому что есть такие районы, которые вообще нету магазина. По типу Санта Хамина, Сон Пасари. Но тут есть. Тут оно есть. Это просто офигенно классно. И это, кстати, ребята, единственный островной район. Мы смотрели некоторые районы полуостровные. Ну, а это район островной. вообще прям островной. Ну, и вообще вот так. Ну, что ж, поехали смотреть. Ребята, давайте сейчас отправимся на мостике. Я немножко крепился. больше по ней, чем я подкрепился. Короче, вот так вот. Сейчас мы идем на вот таком вот мостичку, как вы могли заметить. И вообще жесть. Вообще почему-то тут ветер вообще нету. Потому что смотрели ноту-то сари. Поймем что когда-то тоже был тут ветер. Тут вообще ветра нет. Это как-то странно. Ну, ладно, ребята, давайте уже рассмотрим. Такой вот мостичек. Вот как. Даже можете заметить Колосатаму, Круну, Воронранда, Хертонеми. Ну, и в общем вот так вот. Постараемся прям конкретно рассмотреть вот этот вот район сомлено, потому что эритический район и нужно рассмотреть прям, ну, прям очень и очень много. Можно заметить всякие там вот такие вот домики. А прокиньте, если там реально живут настоящие люди. Я тогда просто буду в шоке, если там реально люди живут. Вот так вот. Окна, кстати, почему-то как стена. Серьезно, ну, реально как стена. Я просто тоже в шоке. ну, в общем, такой вот такие домики. Ну, что ж, теперь давайте отправимся еще на второй мостик и потом на вот этот вот второй участок. Заметите, церковь из Эйры, ребята. Те, кто смотрели Эйру, поймет. Смотрите, какая красота. Это прям очень круто. Мне еще даже с самого начала прям нравится и нравится. По поводу сколько людей живет. ну, это более исторический район, так что людей здесь почти никто не проживает, так что мы сегодня не будем говорить. Автобусы здесь никакие не ездят, только Свиаборг 19. Все принципы и это прям очень круто. Потому что Сумнение это один из пяти районов, которые есть ребята в Свиаборг. Остальные Крун Анхака, Катаянока, Крун Уоррен Ранта. А, ну, то есть четыре района, ребята. Вообще вот так вот. Если думаете, вау, это удивительно. Нет, на самом деле для Сумнение это не так уж удивительно. А для Крун Уоррен Ранта это прям еще как удивительнее. Вообще вот так. Гуляем и дальше можно заметить эти велики. Это может быть кстати и жилой даже дом. Ну, я не знаю честно говоря, это разве жилой или нежилой. И в общем вот так вот. Можно заметить красоту. Ну, в общем все такие домики старинные. Прям старинные, прям старинные. Ничего такого нету особенно. Стало тихо уже. Офигеть. Ну, тут прям очень и очень круто. Давайте поройдемся вот тут. Тут мы не будем что смотреть, но просто поймите, что это ребята море, а точнее финская затока. Пойдемся тут, потому что это ребята какой-то чей-то дворик, я не знаю чей, но просто поймите, что это ребята чей-то дворик. такие вот домики прям старинные, старинные. Так, гуляем дальше. Уже стало очень тихо. Это жесть. И здесь просто заметят колосотаму. Короче, вот так глядя наш центральный город Кельсики. И что же, поехали дальше. Такой канализации. Там какой-то домик фу-фу-еще и воняет. Это пипец. Это пипец, короче. Здесь стоит, ребята, пушка. Это никто не крестовец, но раньше довольно-таки много крестовался. Умолена превратится как финская крепость. Я вам, ребята, собственно, писал. Там есть такие районы, которые можно привести на русском. И так вот, суммолена превратится как финская крепость. И да, она реально была как финская крепость. Раньше было все плохо в Финляндии. И потом с помощью этой финской крепости они защитили Финляндию. И да, кстати, когда-то раньше у столицы им было турку, хельсинки. И за суммолена и не такой суммолена его перенесли до Хельсинки. В общем, в общем, вот такую вот пушку, такая вот пушечка, которая стреляет и можно заметить какие-то еще домики. Либо это из поселы, либо я честно не знаю, что это с домики, ребят. Давайте отправимся на вот такую вот прикольную туннель. Да, этот туннель всем разрешается. И в общем, давайте включим даже свет. И можно заметить вот это. Это просто жизнь, посмотрите. это невероятно. Всякие камушки и вот такое вот окно. Офигеть, это просто жизнь. Но это еще не все, ребят. Есть еще некоторые места, которые с таким вот туннельчиком. Все выглядит и можете заметить такие вот ступени. Поднимемся или не поднимемся? Рискнем давайте, ребят. Не поднимемся. Почему? Потому что мало я там упаду, сломаю что-то. Я это, ребята, не хочу. Так что простите, сорян, мы не будем это делать. Ребята, еще это туннель считается как укрытие. Укрытие это просто жесть. Туннельчик, который просто есть. Короче, вот так вот. Ребята, смотрели Санта-Хамину, это было очень сильно страшно, но тут, ребята, очень сильно интересно. И это просто жесть. и я не зря пошел в этот райончик. Это очень классно. Есть еще такого вот. Посмотрите, это просто жесть. Только тут клещи могут быть. Короче, такой вот туннель. Офигеть, посмотрите. Так, главное, чтобы аккуратненько, ребят. Блин, какие-то мухи летают. Это жесть просто. А, это, ребят, у нас трупик. О, блин. Ребят, знаете, лучше отойдем, потом. О, блин, 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 блин. Блин, это было страшно. какая-то птичка летела. Блин, это пчела, кажется. Ёп. Просто жесть. Это опасно для жизни. Да. В коем случае так и не древать не лезти. Так, я надеюсь, ничего не поранился. Такая вот красота. Вообще. Вот море даже уже видно. это просто жесть. Здесь можно заметить такую вот дверь. Будем открывать? Ладно, сегодня не будем открывать, потому что мало ли это что-то может быть опасное. Но весь здесь кстати очень прикольный. Мне нравится. А, нет, здесь есть такие вот дунетчики. Почтите посмотрим, увидимся. Посмотрите на это заброшенное. Это просто жесть. нереально честь, короче. Домик тут какой-то там стоит. Короче, вот так вот. Ну, давайте сейчас посмотрим еще немного часть и потом уже давайте на другой участок пойдем. Вот такие вот желтые домики, такие вот стулья. И здесь очень много всяких велосипедов. Вот если бы велосипедов было считать все старинными, тогда бы это было исторически, да. А так не думаю, что это исторически, но вообще вот так вот. Ребята, гуляем востейся. В общем, посмотрите на эту красоту. Или не совсем красота. Это просто просто шесть. Ребята, теперь давайте уже пройдемся по другому подожди, участку. Или может быть, нет, мы сейчас посмотрим, что тут находится. А, ну, тут неинтересно. Ладно, ребят, пошите к другому всякие вот всякие вот такие вот очень старинные дома. Многие это просто исторические дома. Но некоторые дома, кстати, все-таки жилые. Я узнала, в этом видео, короче, как на тетка, короче, вышла из подъезда в своем мнении. И я узнала, что это желтый дом, оказывается, это жилой. Как они там живут, я не знаю, честно говоря. Можно заметить и вот кафешки, и такая вот церковь. Итак, ребята, сейчас давайте мы дальше отправимся в путешествие. И можно заметить всякие стрелочки. Рамитова Валхала, Сотомузео, Леду Мусео и Адерфлет какой-то. Короче, вот так. Заметите такую вот огромную церковь. Мы вряд ли будем заходить. Почему? Потому что, ребята, если вы смотрели Эри, я там вначале рассказываю, что мы не будем заходить в церковь. Тут мы тоже не будем заходить. Почему? Потому что, во-первых, я там рассказываю, а во-вторых, ну, просто не хочу. Давайте просто рассмотрим снаружи церковь, внутри. Мы этого не будем делать. Хоть это может быть бесплатно даже. Итак, можно заметить, перевернуть камеру, и можно заметить такие вот огромные цепки, прям вообще огромные-огромные, ну, и вообще такая вот красота. Поехали дальше. Ну, что ж, ребята, гуляем уже дальше. Можете заметить такие вот старинные деревянные дерева, дубовые, наверное. Короче, дерево прикольно сделали, и оно прям нравится. что ж, гуляем дальше. Такие вот домики. Видно, это жесть. Ой, что-то у меня прилетело куда-то. Короче, вот так вот это все выглядит. Это у нас такой вот подвесочек. очень прикольно. Мне оно прям нравится. Так, ребята, давайте уже тут прогуляемся именно по этой вот такой вот стороне и посмотрим, что же такого крутого тут есть. Заметить, ребята, это у нас пожарная часть. Да, вы путете реально удивлены, это пожарная часть и раньше этого крестового сада. Что можно заметить, такие вот баскетбольные поля, ну, баскетбольная площадка, короче, и вообще все сошибись. Ну, и давайте тут прогуляемся по вот такой вот крепости. Это, кстати, крепость и вот эти вот окошко такие вот дырявые. Это, ребята, на самом деле ум, которыми, ребята, я вам короче, я надеюсь, вы поняли. Ладно, поехали дальше смотреть. И пошлите дальше смотреть. Итак, ребята, гуляем дальше и здесь какая-то стройка ани здесь, есть проходы. И вот тут город видно. В общем, так, я, кстати, не понимаю, это Санта-Хабина уже или или это еще ля-я-ся-я-я-я. Да, ребята, кто-либо не это ля-я-ся-я у нас. Просто, я не знаю, почему, тех, кто грудно-хаки было в море. И мне это море почему-то лично, вообще, что-то не понравилось. Я не знаю, почему, я как-то негативно к нему отношусь. Я люблю больше такие моря, как в Рынколахте, Ядкасаре ну хоть даже в Колосатаме или даже там в Хартаневе Хартаневе тоже не люблю короче вот это оказывать нельзя а что это у меня? а это камешек короче, сейчас давайте мы туда пойдем я надеюсь, тут хотя бы можно у нас в музее игрушек я тут был когда-то в этом музее и мне этот музей довольно-таки понравился на самом деле и это прикольно там тупик идет мы сейчас давайте прогуляемся по этой стороне и посмотрим, что тут такого есть я надеюсь, там никакая запрещенная зона не будет я надеюсь на это я договорил, это, ребята, у нас пожарная часть и, честно сказать пожарная часть как-то маленькая вот, если бы сделали где-то на 4 вот тогда по этой уже настоящая была пожарная часть а так, дверь ага это как-то странно немного ну, в общем, вот так музей, кстати или это музей там находится музей войны то есть там будет то есть там будут вот такие вот памятники в виде, что происходило на войне ну и вообще вот так вот это у нас баскетбольное поле честно говоря, почему-то обычное баскетбольное поле можно, в принципе, даже поиграть тут да я, наверное, в следующий раз когда наступит все лето я возьму мяч и я тут буду гоняться я думаю, что я в моем районе так себе баскетбольное поле мне вообще что-то не нравится и вообще вот так вот и я бы вообще нахрен бы убрал и заменил на боли иного потому что когда я жил в прошлом районе у нас баскетбольное поле было хорошее мне оно понравилось когда мы приехали так себе потому что было мне оно, честно, лично не понравилось И вот такая вот ямочка Ямочка И еще раз ямкочка Короче, ребята, у нас тюрьма Ну, или, в основном, если по-украински Короче, это вот такая вот тюрьма Когда-то было не так все видно Нужно завести такие вот лавочки Ну, в общем, что сказать Это просто жесть Тут уже смотреть уже нечего Давайте уже прогуляемся по последнему участку И, в принципе, уже можно завершать ролик А последний участок, кстати, будет очень большой Можете заметить такую вот пушечку Зелененькую Короче, вообще зашибись Тоже отправляемся на вот такой вот мостичек И этот последний участок будет очень классный И вообще зашибись будет полнейший Также можно заметить, ребята Финский крепостный музей, ребята Это, короче, музей связан с финской крепостью Вот так вот Такой вот мост Оно очень довольно-таки большим Надеюсь, тоже посмотрим, что же тут такого крутого есть Посмотрю, вот такой вот корабльчик Довольно-таки прикольный И, ну, что он такой Это такой вот корабль Очень старинный И вообще Так, это прикольно сделаете Мне оно прям нравится Вот даже лавочки в честь Украины не сделали Это тоже, кстати, прикольно Короче, все вообще зашибись Теперь давайте прогуляемся по темному участку А именно вот туда и посмотрим Что же такого крутого тут есть И, в общем, это круто будет Итак, ребята Гуляем И можно заметить Вот такую вот красоту Это просто Честь, короче Давайте чистую Прогуляемся Короче Вот такой вот Можно заметить Всякие прикольные Штучки, дрочки И можно заметить Вот такую вот красоту Это прикольно Еще моя любимая часть ЦУМАДИНЫ А именно вот так Идти по туннелькам Это прям вообще Крутецки Право, крутецки Мне оно Прям очень Нравится И можно Заметить Разные туннели Ну, давайте прогуляемся Чисто По вот такому вот А, это тупик, ребята Я понял Да, давайте сейчас Прогуляемся По вот такой вот В темной части А, мне это тупик Ой, ну Ну, и вот Кошка Кошка Давайте Давайте чисто Еще и тут Прогуляемся Офигеть Посмотрите Не Чисто для Ааа Для всякой Начнем Чисто Дальше И Вовсе А, блин А, тут страшно Кстати, немножечко Короче Ну, что тут Держаться Мне, к сожалению Придется выключить видео Как могли заметить Это у нас Такой вот Финельчик И В общем Я просто чисто Поприкол Включаю Это просто Жесть Давайте уже Выйдем Тут У нас Туалет А это У нас Ту Пик Да Ну, что ж Давайте Прогуляемся Вот тут И посмотрим Что же Такого Крутого Есть Очень много Всяких Финской крепости И Я уже Испачкал Свои руки Ну, в общем Вот так вот Таким вот Два Одиноких Паровых Стулья Ну Это Воспитыварка Но давайте Мы чисто По приколу Прогуляемся тут Так Гуляем дальше По финским Всяким Крепостям И Короче Это все Очень Прикольно Мне оно Прям Очень нравится И В общем Все Зашибись Вот так вот Еще по тому Туннелю И Можно Заметить Такую вот Красоту Это просто Жесть Короче Вот так вот Все Выглядает И Это вообще Зашибись Правда Лужи много Конечно Но Это Ничего страшного Такие вот Скальники Видно Здесь куда-то Такие Очень Прикольно Ну и Вовсе Кучу Выключу Пока что Вот Света Ну и Вот Винца Тупик Нет Смотри Прикольно Что они Так Сделали Такой вот Вид Классный И Такой вот Еще Один Вид Тоже Прикольно Стегли Мне Оно Прям Нравится Еще С вами Такие Вот Финские Крепости И Можно Видеть Еще Такие Вот Мини Тунетчики И Вот Такие Прям Целый Крепостный Дом Это Прикольно На самом деле Мне Оно Прям Нравится Ребята Замечаем Вот Дальше Тут Виден Такой вот Ключ Необычный Ну Вообще Все Сошипись Ну И Вот Такой вот Прикольный Туннель Сейчас Ребята Давайте Пойдем В этот Туннель Купляемся Давайте Вот Здесь Ну Давайте Сначала Посмотрим Что Тут Такого Крутого Есть Тут Всякое Окошко Видно Офигеть Здесь Даже Есть Продолжение А Ну Это Все Кажется Ну Прикольно О Сидит Даже Даже Такое Есть Это Дальше Прикольно Нет Кстати Это Так себе Ну Вот Эта Часть Ну И так Еще Можно Видеть Такие Вот Дерсы А Это Были Осколки Я Надеюсь Не Поцарапался Молушки Молушки Причем Так А Теперь Давайте Прогуляемся Вот Тут Посмотрите На Это Вот К чему Это Туннельчики Построены Это Просто Офигенно Круто Здесь Даже Можно Заметь Такого Деревянники Вот Там Мостички И тут Всякое Это Вот Прикольное Короче Это Вообще Прям Крутецки Мне Оно Нравится Нравится И Еще Раз Нравится Как Раз Нужно Включать Свет А Тут Не царивает Ну Я Понял Я Понял Только Как Они Тут Сошли Подожди Я Хочу Чисто Проверить Как Они Так Придумали Короче Так 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 Есть Офигеть Вот Это Я Вообще Не Знал Что Есть Вот Так Мостик Посмотрите На Эту Красоту Это Просто Честно Тут Можно Кстати Открыть Нет Я Понял Вас Давайте Все Сказать Это Прикольно Давайте Тут Прогуляемся Тут Как Раз Нужно Включать Офигеть Здесь Прям Круто Еще Раз Крутецки Тут Выключаем Такое Окошко Офигеть Я не знала Об этом месте Слушайте Это Вот Это Не думаю Что Это Прикольно Может быть Но Вообще Вот Такая Красота А Это Уже Тупик Дальше Короче Ну Это Прикольно Мне Оно Прям Очень Очень Нравится Ручее Я лучше Включена Мало ли Что Короче Прикольно Куляем Дальше И Мы Сейчас Идем К Еще Несколько Крепостей Именно К этим Укрытиям Тоже Мне нравится Вот эти Вот Сомнение Укрытия Их Просто Тупо Обожаю И Монеты Нравится Некоторым Тоже Нравится И Вообще Все Замечательно И Зашибись Гуляем Дальше И Можно Заметить Еще Несколько Крепостей Ну Так же Какой-то Странный Значок Мальчик Мальчик Три головы Четыре Стрелочки Короче Вот так вот Можно Уже Заметить Такую Вот Красоту Но Сначала Давайте Прогуляемся И Прогуляемся По Такой Вот Части Здесь Тут Вообще Нет Чего-то Ну Это Странно Немного Но Что Поделаешь То И Поделаешь Короче Вот так Ну Давай Давайте Сейчас Прогуляемся По Такой Туннеле В общем Заходим Ребята Включаем Наш Аппаратный Прожектор Вот Такой Вот Пинель Ничего Такого Особенного Нет Тут Блин Пауки Давайте Вот тут Прогуляемся А Ну Тут Тупик Да Что Такое Это Вот Вот Теперь Нормально Короче Вот Так Запашенный Пипец Давайте Поднимемся На лестнице Чушь Поделает Офигеть Здесь Можно Провалиться Знаете Я лучше Не буду Рискать Своей Жизни Вообще Тут Тут Упасть Можно Я Это Не буду Делать Сразу Говорю Это Очень Опасно С другой Стороны И В общем Это Здрасте Ну Мне Пока что Нравится Суммеленно Нравится Вот эти Вот Всякие Экстремальные Приключения Теперь Давайте Отдаемся К морю И Я Вот Тут Еще Ни разу Не гулял Посмотрим Что же Тут Такого Есть Такая Вот Досочки Которые Можно Проходить И Вот Встречает Нас Ребята Море 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 Еще раз Море Вот там Тоже Можно Заметить Откосали И Кампи Ребята Смотрите Что происходит За море Это Просто Суна Сойти Море Прям Целое Море Это Прям Крутецки Прям Крутецки Прогуляемся Еще По Таким Вот Туннельчикам И А Ну А Нет Подожди А не Тупик Случайно А А Нет Тупик Все Такие Блин Я уже Потом Это Будет Контентик Поднимаемся Уже Море Целое Море Цота Да У меня Она Прям Очень Сильно Нравится И Гулять По Море И По Туннельчикам Это Тоже Вообще Зашибись Все Гуляем Дальше Сейчас Мы Проходим Под Таким Вот Мостиком И Этот Мостик Довольно Такий Прикольный Так Проходим Через Ой Господи Через Мостик И А как Подняться Кстати Ё-моё Как Ё-моё Подняться Кстати Я Это Чё-то Немного Не Прогадал Ладно Красота Что Да Красота Красота Ничего Не скажешь Ну что Прямо Дальше Можно Заметить Такую Красоту Сейчас Сейчас Идем К Еще Одним Финским Крепостям Это Будет Классно Есть Пляж Ребята Он Какой-то Маленький Ну Почему Все Люди Тут Купаются Я Просто Не Понимаю Слов Честно Говоря Это Кстати Самая Главная Часть Суом Это Очень Круто Вид Просто Устрашающий Устрашающе Хороший И Можно Заметить Такую Вот Пушку Офигеть Что Там Смотри Это Просто Жесть Пушка Видно Это Круто Немножечко Проколимся Вот Таким Вот Туннелем Вот Так Это Все Выглядит Это Тоже Прикольно Мне Прям Это Особо Очень Нравится Как Красота Это Просто Жесть Оплаки Такие Прям Хорошие И Это Все Круто Что Ребята Гуляем Уже По Таким Вот Туннельчикам Я Просто Обожаю По Таким Местам Ходить Офигеть Паспорт Просто Жесть Круто Дальше Туннельчикам Ну А Что Же Тут Ребята Давайте Мы Сейчас Посмотрим А Вот Так Это Все Выглядит Может Чем Тут Смотрели Короче Все А Это Кстати Другой Проход Офигеть Даже Такое Есть Это Круто А Тут Можно Заметить Грязь Блин Я не знаю Идти Или не идти Не очень Страшно Да Кстати Мне не страшно Но я боюсь Испачкаться Что За этим Проходом Скрывается Я Пока Что Честно Фиг Знаю Знаю Что Же Тут Такое Это Ребята У нас Вот Еще Одно Неинтересно Что Тут Что Тут Такого Крутого Здесь У нас Такое Ушко Шмушка Нет Давайте Посмотрим Что Тут Находится За Эти А Не А Посмотрим Посмотрим Давайте Что Же Давайте Рискнем Посмотрим Что Тут Такого Интересного Офигеть Здесь Еще Один Проходик Но Есть Еще Такой Проход Это Еще Немного Необычный И Тут Нужно Я так Понимаю Спускаться Офигеть Офигеть Можно Вот Вот Это Все Это Крутецки Крутецки И Еще Это Жесть Это Просто Крутецки Прям Такой Вот Подъезд Подъезд Укрытие Короче С Какими Окнами Гуляем Сейчас Дальше И Я Надеюсь Я Потраплю В тот Самый Туннель Вот Этот Под Длиннее Потому Что Когда Я Первый Раз Бы В Целом Один Я Когда То Хотел На Вот Этот Еще Один Длинненький Туннель Без Окон Я Хочу Найти Это И Я Попытаюсь Как Можно Скорее Найти Это Встречать У нас Еще Туннель Тоже Прикольно Мне Оно Прям Нравится Ну И Можно Изменить Такая Пушечка А Под Пушкой Охотится Еще Один Прокот Да Их Очень Много Из-за Этого Становится Гулять Лучше И Короче Все Заживись Ну И Секу Секу Ушим Все Уже Не Надо Короче Это Еще Круто Просто Жесть Ух хуху хуху просто невероятно вот так ещё какая-то жёлтая фигня я не знаю что это такое ну давайте последней уже разглянем вот эту отчете а не ребята не разглянем тут закрыта конечно я не честно почему в некоторых местах закрыто а в некоторых открыто я просто не понимаю иногда ладно давайте погуляемся в таком вот по туннельчику и посмотрим что тут такого тут написано бернеборг янатер буррентемпер ауттор че ципер короче непонятно ничего короче вот так вот и две реки всякое видно прикольно конечно же можно заметить такие вот пушки и также можно заметить ребята флаг финляндии это тоже довольно таки прикольно мне она очень нравится гуляем вот тут здесь и можно заметить такой вот туннель тут запрещено почему-то ходить хотя бы естественно бы сходил но что поделаешь ты поделаешь давайте уже посмотрим тут нифига себе нифига себе не уже это тот самый туннель который я нашел здесь также можно заметить еще такие вот проходики но самое главное интересуется вот здесь что за проходик там скрывается любименький наш мы сейчас гуляем вот там темнота пипец здесь пещера всякой видно просто здесь тут проход еще один проходит давайте вот там проход есть вот там проход есть здесь мокрые довольно таки принципа охренемое охренемое блин это прикольно определимое наверное это было круто а что тут ребята а а это круг у нас такой вот прикольно на самом деле что давайте идти теперь идут прогуляемся По вот такой вот Части Или давайте по вот такой вот Худенькой части Посмотрим, что же тут А тут у нас Вкрывается Такой вот А, стопик, ребята, я уже понял Ребята Мы все равно прикольно Гулять потом Это неприятно круто Ресторанчик, ребята, очень крутого ресторана Есть такой вот Стремный Туннель Она ведет Через такие вот Бурные Туннельчики Лучше на всякий случай подвечиваем Чтоб потом не было такое Что я упал Он разбит И еще все Не очень будет Давайте ключи на всякий случай Ладно, мне не понравилось Вот эта вот Лампочка Я бы Я не знаю, что я сделала Степик Сандире Короче Вот так вот Офигеть И тут даже Тунны О, ё-моё Есть Ну, я вот такой вот проход А тут у нас вот такой вот проходик О, блин О, блин Это звезд А, тут тут уже А, для тебя как-то все понятно Почему в прошлый раз Ну, и тут я именно точно помню Это то самое место Там, где Когда-то Мы Тут Гуляли У нас, короче, был маль 2022 года Мы, короче, приезжали Суммельно И мы тут начали гулять И это было очень круто На самом деле В то время для нас было Бесплатно Электрический Поезд Да, все-таки Сейчас, конечно, вкладной Мне это не нравится Но все равно Это прям Круто А теперь То Что тут Как мы ждали Поехали Гуляем И Короче Вот так вот Здесь Прям Туннель Немного Мокро Но Все Ради вас Это просто Жесть Тут Даже Досочку Создали Специально Это Нереально Кру Круто Да Так Вот Туннечко И Куряем Куряем Так Короче Ай Лин Это Жесть У него Там Видо Уже Офигеть Офигеть Это Прям Круто Вот такой Вот проходик Но есть еще Еще один Это Просто еще Круто Круто Мне Мне оно Прям Нравится Тоже Подсвечивается Оф Это Жесть Это Жесть И вот там Уже Только Выход Выход На свободу Это Жесть Это И не Описание Просто Круто Тоже Так Круто Честно Скажу Вот Так И Вот Всякие Туннели Проходы Это Тоже Прям Круто Мне Натравится Давайте Уже Приведем Финальный Этап Вот Этих Туннельчиков И Принцип Лжи Можно Минусы Плюс Рассказывать Такой Вот Видно Море Это Просто С ума Сойти Это Это Вообще Прям Не С ума Сойти Это Прям С ума Сыщен Прям С ума Такой Вот Видит С другой Страны Тоже Круто Мне Нравит Мне Нравится И Вообще Все Зашибись Просто Здесь Уже Даже Пушка Стоит Пушка Такой Дай Зашибись Ой Это Настоящая Пушка Есть Матроны И Все Обыстрел Короче Так Вот И Вот Такой Вот Тунельчик Еще Проход Еще Такой Вот Прикольнее Окна Еще Один Тунельчик Здесь Экстрим Вот Опять Смотрите На море Потом Мы Идем Вот Так Да Ой Ё-моё Потом А Все Конечно Ну блин Это Обидно Немного Было Прикольно Сань Что же Давайте Теперь Вот Тут У нас Тупик Вот Тут У нас Нет Тупик Гуляем И Тут Даже Тут Тунельчики Да Это Круто Пушка Видно Тоже Зашибись Вот Такая Вот Красота Вот Вот И Ребята Офигеть Офигеть Она Тут Тут Нельзя Что Ладно Как А тут Можно В принципе Тут Обрушиться Можно Это Неудобно Так Что Офигеть Это Очень Круто Вот Вот Там Видно И Вот Там Видно Короче Это Прям Круто Мне Нравится Начинаем Вот Здесь И Тут Ребята Такой Тунельчик Еще Раз Давайте Пройдемся И Это Круто Прям Офигеть Что Здесь А Ого Ху 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 Это Жесть Это Жесть Это Жесть Это Жесть Капец Ём По Таким Вот Тузечка Это Круто Прям И Вот Там Тунельчик Вся Крюто Прям Вообще Круто Это Это Зашибись Прям Так Что Есть Еще Такой Проход Тоже Прикольно У меня Оно Прям Вообще Чутко Прям Чутко Нравится Хе 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 Ну Короче Тут Уже Песок Ребят Тут Уже Прям Вообще Песок Гуляем Офигеть А блин До тебя Нужно Наклоняться Тихо Говоря Че Та Немного Не Про Года Офигеть Былся Сусли Сам Глупь Но Это Жесть Просто Теперь Все Принцип Ладно Видимо Можно Завершать Уже Ролик Плюсы И Минусы Наши Любимые Сомнения Давайте Лучше Утого Минус Ну что Плюсы И Минусы Сомнения Первый Плюс Это Очень Исторический Район Второй Плюс Здесь Много Достопримечательностей Третий Плюс Здесь Све Борт Четвертый Плюс Есть Магазин Это Еще Круто Потому что Не у всех Таких Полуостровных Районов Есть Магазины А вот Тут Прям Есть Это Вообще Еще Круче И Если Не Вошед Четы Островные Пятый Плюс Здесь Очень Крутые Туннельки Мне Оно Прям Очень Нравится Шестой Плюс Музеи Здесь Очень Крутые Правда Я не Был Но Ребята Музеи Здесь Очень Классные И Советую Погулять Ну И Ребята Шестой Плюс Конечно Здесь Море Есть Это Прям Круто Ну А теперь Ребята Минус Первый Минус В некоторых Местах Нужно Наклоняться И Это Бывает Демок Неудобно Ну Ну Второй Минус Ребята Здесь Почти Невозможно Пожить Тут Это Много Обидно Но Ребята Зато Прокуляться Ребята Вообще Советую Жить Не надо Лучше Окей Ну А на Это Все Ребята Спасибо За Просмотр Всем Удачи Ребята Всем Пока Тва